Это не фокусы и не мистика. Чистая наука и дух экспериментаторства. В мастерской криворожского изобретателя Андрея Луценко много чудесного и удивительного. Сегодня, например, здесь решают проблему людей с ограниченными возможностями. В этих стенах спроектировали знаменитого шмеля – легкоходный прогулочный электрокар. Как раз на его презентации со стороны руководства городских медучреждений и поступило предложение разработать подобную систему под условия клиник и стационаров. Через пару недель это первое тестовое кресло уже поехало. Медсестры, как правило, женщины, и как правило, они самые сильные. Им довольно тяжело по лифтам, по коридорам везти из приемного отделения в палату или еще куда-то, чтобы она могла встать сзади на площадочку и проехаться с ним, ну а там его передать уже кому-то. То есть вот была такая задача. Фишка Криворовского электроприводного кресла в том, что управлять им может как и сам пациент с помощью элементарного джойстика, так и, например, и метработник, который будет располагаться позади спинки на специальной платформе. Кроме того, возможно и дистанционное управление через приложение мобильного телефона. Система оснащена звуковыми сигналами и сигналами поворота. Ее оптимальная скорость около 4 км в час. Пробег от 20 км. То есть и без подзарядки кресло будет работать целый день. Хотя все зависит, конечно же, от используемых аккумуляторов. Сегодня инновация проходит испытания в реальных рабочих условиях. Все недочеты фиксируются и корректируются. Потом, когда завозить человека больного в лифт, тоже бывает недоспуск, недопереезд, и поэтому очень тяжело заезжать. Мы, Андрею Анатольевичу, несколько замечаний сделали по этому поводу. И он будет работать над этим вопросом. Ну, вещь очень прекрасная. Не надо тянуть на силу. Кнопочку нажали и поехали. Криворовским электрокреслом заинтересовалась не только Тысячка, но также 9-я горбольница и другие. А еще Днепропетровская лечебница Мечникова. Потенциально в каждом медицинском учреждении Украины ему найдется место. Вот только стоимость одного экземпляра за 100 тысяч гривен. Если производить партию сразу в десяток штук, дешевле в половину. Поставить производство на конвейер, соответственно, и цена упадет в разы. Управлять таким креслом легко и даже приятно. Это облегчило бы жизнь сотням и сотням больничных обитателей, медицинских работников. Спрос есть, предложение тоже. Далее дело за чиновниками. Андрей Чечель, Роберт Сиваков, Первый городской.